не совсем удобно хранить мормышки вот в таких коробочках особенно когда их уже скапливается достаточное количество поэтому решил я сегодня сделать себе простенькую мормышницу из того что попадется под руку а попался мне вот такой вот замочек его длина 21 сантиметр 20 сантиметров тут запас также есть у меня вот такой вот материал это кусок от старого моего рюкзака есть у меня вот такой вот спиненный материал это упаковочный не знаю даже откуда он у меня но также будет использован для изготовления еще мне понадобится пара швейных иголок капроновая нитка шило и простая вилка для разметки отверстий раз замочек мне попался длиной 20 сантиметров соответственно у меня будет длина коробочки 10 сантиметров а ширина по 5 сантиметров начинаем рисовать шаблончик далее делаем запасик еще один сантиметр и вторую часть также 5 сантиметров примерно примеряю замочек все ли у меня правильно получилось конечно же здесь надо будет скруглить уголки теперь все это дело вырезаем дальше прикладываем шаблон к нашему материалу и обводим после того как как ввели вырезаем уже материал после этого немного подплавлю краешки уберу вот эти вот ниточки заусенцем дальше при помощи вилки нужно разметить потом шилом проколоть отверстие так будет удобнее прошивать не видно материал плотный так что лучше это сделать заранее так будет аккуратнее и вам потом удобнее будет шить отверстия делаем по всему периметру кроме вот это вот центральной части здесь будет у нас изгиб когда все отверстия готовы можно приступать к шитью началу изгиба к центру прикладываем замочек с лицевой стороны собачкой вниз таким вот образом можно начинать шить после этого у нас это все вывернется не будет вот этих вот острых краев но сейчас вы все увидите с двух сторон в капроновую нитку вставляем две иголки шов у меня будет восьмерочкой поэтому я использую две иголки начинаем шить от центра из краю а именно со второго отверстия прокалываем продеваем капроновую нитку сразу же выравниваем чтобы было все ровненько пополам затем уже прокалываем где первое отверстие это делается для того чтобы усилить край вторую иголочку вставляем уже с другой стороны и подтягиваем но теперь уже начинаем шить получается возвращаемся во второе отверстие одной иголочкой и второй далее все это дело подтягиваем и так идем по всему периметру прошивать одна иголочка с другой стороны 2 и подтягиваем вот такой вот шовчик получается на изгибе расстегнул замочек чтобы он был помягче его так вот чуть-чуть подгибая заворачиваем его и так вот все прошиваем вот такой вот заворот у меня получился шьем дальше теперь уже также выравниваем замочек по намеченным отверстиям прошиваем способ шитья двумя иголками очень надежный я уверен что быстрее я потеряю эту мормушницу чем она у меня порвется когда подошли к следующему уголку также немного замочек сгибаем и подшиваем то есть делаем заворот ну и когда одну часть замка дошили до середины также возвращаемся на одну стяжку назад обеими иголками и здесь уже потом завязываем это чтобы замочек с краев не оторвался случайно вернулись потом одну иголочку назад рядышком прокололи отверстие и здесь можно завязать можно подплавить чуть-чуть зажигалочка смотрим на первую часть так вот она у меня вывернется все будет красивенько точно таким же образом сейчас прошью вторую часть я думаю вам и так тут все понятно как прошивать вторую часть я уже прошью без камеры и продолжим дальше когда все до конца прошито также возвращаемся на одно отверстие назад одну ниточку продеваем еще раз чуть чуть подальше и здесь завязываем можно сказать мини кошелечек у меня готов осталось его превратить мормышницу также чуть-чуть подплавляем и смотрим что у нас получилось выворачиваем лицевой стороной наружу такая вот минимум мышница чтобы бегунок случайно не выскочил вот здесь в конце замочка можно здесь чуть-чуть прошить просто делаю также капроновой ниткой несколько оборотиков через край замочка хвостики подплавляем теперь берем вот этот вспененный материал шаблончик обводим вырезаем тут его уже надо будет подгонять по месту поэтому он будет чуть чуть меньше чем шаблон примеряем выравниваем где замочек чуть-чуть сделаю вырез как вы видите после небольшой подгонки все подошло хорошо теперь внутреннюю часть хорошо промазываем водостойким клеем также промазываем вот этот вот вспененный материал не знаю как он называется кто знает напишите в комментариях это упаковочный материал я думаю достать не такая уж большая проблема аккуратненько вот так вот это все дело теперь вкладываем далее нужно положить какой-то груз придавлю чашечкой и сверху положу вот такую вот железную болванку теперь ждем полного высыхания клея и так клей высох мормышница готова я считаю что мормышница вышла очень компактно и удобно ее легко положить в карман потратил я на изготовление около часа времени ну плюс еще где-то часа полтора сот клей осталось туда отправить мормышки она легко очень влезет в карман любой одежды не займет много места мормышечки крепятся очень хорошо теперь не составит труда по-быстрому сменить на рыбалке все мне будет на виду и даже найдется место для чертика такая вот прикольненькая штучка у меня получилось а на этом у меня все всем кто досмотрел это видео до конца спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки всем пока и до новых видео всем удачи и всех с наступающим новым годом